В течение полутора недель ежкаролинцы и гости столицы смогут наслаждаться лучшими постановками Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева, главные партии в которых исполнят солисты лучших театров России. В афише третьего фестиваля имени Андрея Шпая мировая классика, проверенная временем, травиата, паяцы, регалетта, аида, Евгений Онегин. Загадочный мир Древнего Египта, вечные мотивы войны и предательства, любви и страсти сплелись во всемирно известной опере Аида. Это одно из знаковых произведений Верди. Чётко выписанные образы, красивые мелодии, необычный сюжет, наполненный восточным колоритом, подводят зрителя к трагической развязке. На сцене происходит настоящее таинство, благодаря объёмным звукам хора и фигурам древних богов. Несмотря на то, что опера представлена на итальянском языке, солисты не только голосом, но и актёрским мастерством доносят до зрителя основную идею произведения. Как признался солист Михайловского театра Александр Безруков, роль Рамфиса далась ему нелегко, но за годы репетиций и выступлений он довёл свою партию до идеала. Вся музыка Верди, она непростая, да, то есть исполнение Верди всегда требует определённого мастерства, определённой подготовки. Простых партий у Верди нету, поэтому, да, был такой достаточно серьёзный период подготовки с концертмейстерами, с режиссёрами. Потом уже, так сказать, партия делалась на сцене, да, когда ты выходишь, там, дебют, потом второй, третий раз немножко осваиваешься, находишь свои какие-то и вокальные фишечки, скажем так, да, и артистические входишь в эту роль, ищешь какие-то драматические моменты, которые могут быть, могут усилить. То есть, ну, да, это не так просто, по твердям. Ещё в юности Мария Литки начала готовиться к роли Аиды, и с каждым годом звучание её голоса наполнялось новыми красками. В этом образе она десятки раз выступала в разных городах. А теперь солистка Михайловского театра поёт и на Марийской сцене. Светлый образ героини в исполнении Литки воплощает не только любовь, но и гордость, и мудрость. И очень рада, что в этом году этот спектакль в моей жизни совпадает практически с юбилеем Верди, который состоится 10 октября, 210 лет, поэтому для меня это большая радость, большая ответственность. Здесь задумки Верди подошли очень внимательно, очень трепетно, поэтому нету никаких нововведений, которых в нашем времени бывает, и не всегда публика это понимает. Режиссура классическая, и на ней сосредоточены именно взаимоотношения между персонажами, то есть актёрская игра – это здесь очень важно, в этом спектакле. Уже в третий раз Марийский театр оперы и балета принимает ведущих звёзд оперного искусства. В течение полутора недель всемирно известные голоса будут звучать на эшкаролинской сцене. За пару дней приезжие артисты вливаются в нашу труппу, узнают особенности постановок и исполняют всем известные произведения бессмертной классики. Третий фестиваль становится таким очень ярким событием, который вызывает необыкновенный ажиотаж у зрителей. Действительно парад самых крупных спектаклей нашего репертуара, приезд самых ярких звёзд, которые сегодня работают на просторах нашей страны. Это и Большой театр Маринка, это и Михайловский, это Новая опера, это и Геликон опера. И уверен, что этот фестиваль будет, наверное, один из самых ярких, потому что начало уже стало таким ярчайшим. Открылся фестиваль премьеры оперы «Паяцы» режиссёра Степана Пектеева. Уникальный спектакль, где переплелись музыкальное искусство, современность, драматический театр и кино. Не менее впечатляющие постановки ждут зрителей и в другие дни. На сцене представят Кармен, Регалета и Евгений Онегина.